Всем привет, ребят! И я думаю, многие из вас знают, что такое ВК-комбо. А именно, это та самая прекрасная подписочка на все сервисы ВК, в том числе и музыка. Для вас я раздобыл прекрасную ссылочку, которая дает вам целых три месяца бесплатной подписки, если вы новый пользователь. Благодаря этой прекрасной подписочке ты сможешь слушать музыку ВК бесплатно целых три месяца, а еще каждый день хавать двойной чизбургер в маке всего за 99 рублей. Заходи в описание, оформляй бесплатную подписочку, а теперь смотрим видосик. Погнали! Всем привет, ребят! С вами снова Лёха, и сегодня я хотел бы затронуть тему того, чего не любит каждый художник, а именно артблоков. А перед просмотром этого ролика поставь, пожалуйста, лайк, тыкни кнопочку подписки, тыкни колокольчик и напиши любой комментарий, а мы продолжаем. Что ж такое этот артблок ваш? Это состояние, когда тебе просто впадло делать что-либо, рисовать что-либо и вообще ничего не хочется делать. Нет, ну ты как бы пытаешься что-то рисовать, пытаешься что-то делать, но у тебя не получается абсолютно ничего. Что же делать в такие моменты? Лично для себя я открыл несколько пунктов. Пункт первый и, наверное, самый главный – это отдых. Если у тебя началось время артблока, не надо заставлять себя что-либо делать. Просто отдохни, иди, поваляйся, посмотри сериальчик, посмотри вкинчик какой-нибудь, делай что-нибудь, но не рисуй. Ибо если ты будешь себя заставлять рисовать, у тебя в принципе ничего толкового и нового не выйдет. Ты будешь либо топтаться на одном месте, либо просто проклинать всё и орать на всех. Как делаю я. Второй пункт – выходи из зоны комфорта. Допустим, если ты рисуешь летающие головы, то придумай к ним тела, придумай к ним одежду, придумай какие-то новые фишки. Просто развей то, что есть в что-то новое и что-то более смотрибельное, чем есть на данный момент. Попробуй поработать с новыми цветами, с новыми материалами. Поставь себе какой-либо челлендж или цель сделать столько-то работ за столько-то времени, которые не будут отличаться чем-то очень крутым по уровню, но просто будут нравиться самому тебе. Также ты можешь поучаствовать в каких-то мероприятиях типа Инктобера. Инктобер – это когда художники по всему миру во время октября рисуют каждый день новую иллюстрацию на заданную тему. Я участвовал в Инктобере 2019 года, и это меня вытащило из ротблока на самом деле. Я просто не понимал, что мне рисовать на заданные темы и пытался что-то новое придумать. В результате получились достаточно прикольные иллюстрации. Жалих, конечно, уже нет, но они были клёвыми. Третий пункт, который вряд ли подойдет всем, но тоже достаточно хорошо помогает. Смени свое окружение и обстановку. Переедь, переедь в другой город или просто на другую квартиру. На самом деле подойдет даже обычная перестановка мебели по твоей комнате. На самом деле подобные вещи в такие периоды очень сильно помогают по одной простой причине. Твоя голова начинает забиваться всем тем, чем ты занимаешься. И у тебя уходит это чувство того, что «О нет, у меня артблок, я больше не смогу рисовать». Ты просто начинаешь сделать что-то другое и забиваешь свою голову этим. Лично мой последний артблок был примерно в конце 2019 года. В те моменты у меня был очень жуткий тильт в плане того, что же мне рисовать. Потому что в голову не лезло вообще ничего. Я рисовал одну и ту же голову на протяжении месяца и думал, «Хм, а почему ничего не меняется? Почему не идет прогресс? Что я делаю не так? Что со мной происходит?» И в тот момент я понял, что надо делать прически. Прически — это самая больная тема в моих работах. Я их не умею делать. Я не умею рисовать волосы. Я категорически отказываюсь рисовать гребаные волосы. И в тот момент как раз-таки начался инктобер, который меня и пустанул в плане и персонажей, и причесок, и лица, и прочего. Ну и как раз-таки окончательно я победил артблок благодаря тиктоку. Потому что начал выкладывать еще на свой первый аккаунт свои работы и видеть, что людям это интересно. Они никогда не видели подобные штуки. И такие, «Воу, это круто, чувак, это круто, это прикольно. Сделай еще видосы, сделай еще». И мне это понравилось. Ну и плюс тикток сам по себе такая платформа, которая помогает себе просто выключить мозг и погрузиться в свой телефон на несколько часов. Главное, чтобы ты в стрейт не попал, потому что там такая дичь происходит, боже мой. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что ваши артблоки пройдут достаточно быстро и вы сможете снова делать что-то крутое, интересное и индивидуальное. Ну а теперь подписывайся на канал, ставь лайк этому ролику и пиши в комментариях идею для следующего видео, которое ты хотел бы увидеть. Я просто слишком тупой и не знаю, что хотят люди в плане рисовки на ютубе. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok